На связи краткий капитан. Сегодня я расскажу вам о фильме «Избави нас от лукавого». Я не брошу тебя никогда, несмотря ни на что. Я всегда буду рядом. Инн Нам – наемный убийца. Он убирает плохишей за деньги. Раньше все было иначе. Раньше он работал в оперативной группе. Но 8 лет назад эту группу расформировали, и всех участников было решено убрать. Инн Нам остался цел, как и его босс Ким Чун Сун. Они до сих пор поддерживают связь. Теперь же Инн Нам убивает за деньги. Однако он решил отойти от дел. Этот Якут за его последний заказ. Убрав его, он получил оплату и собрался податься в бега. Заказчик предлагает еще одно дело. Самое последнее. Он настаивает, но Инн Нам отказывается. Он завязал и хочет уехать в Панаму. Юн Джу провожает дочку Ю Мин в школу. Девочке 9 лет. Из школы ее должна встретить домработница. Юн Джу – состоятельная женщина. Она собирается выгодно вложить деньги, и на встрече с людьми, предлагающими инвестировать их в гольф-клуб, она сообщает, что деньги на первоначальный взнос у нее есть. Из школы Ю Мин забирает домработница. Только везет она ее не домой. Женщина усаживает девочку в машину и уезжает. Инн Наму звонит его наниматель, чтобы сообщить, что того ищет Ким Чун Сун. Бывший босс сообщает, что Юн Джу разыскивала его. Инн Нам просит сказать ей, что он умер. Он действительно выглядит неважно, словно собственная жизнь перестала иметь для него какую-то ценность. Юн Джу в полиции. Она написала заявление о пропаже дочери, но дело пока не сдвинулось с места. Ей позвонили и сообщили, что дочку нашли и требуют выкуп. Юн Джу без промедления бросается спасать Ю Мин. Чун Сун передал сообщение Иннаму. На этот раз новости плохие. Юн Джу убили. Иннам должен ехать в Бангкок, чтобы уладить формальности для экстрадиции тела в Корею. Юн Джу указала его в качестве ближайшего родственника. Восемь лет назад она не знала, кто он и чем занимается. Однако она это поняла, когда Иннам при ней убил несколько человек, которые хотели прикончить его. Юн Джу не подозревала также, что под сердцем она носит ребенка Иннама. А он ушел, так и не узнав о малыше. Иннам опознал Юн Джу в морге. Ему передали личные вещи девушке и сообщили, что ее дочку так и не нашли. В бумажнике Юн Джу Иннам находит фотографию Ю Мин. Наниматель снова позвонил Иннаму. На похоронах Кареды, того якудзы, которого он прикончил недавно, объявился его брат, Рэй по кличке Мясник. Когда заказчик просил еще об одном последнем деле, он хотел, чтобы Иннам убил Рэя. Теперь же Мясник охотится за теми, кто убил его брата. Наниматель Иннама звонит, чтобы предупредить. Сам он уже собирался улететь из страны, но не успел. Рэй настиг его, узнал все, что тот знал об Иннаме и вспорол ему живот, подвесив за ноги. Чун Сун навел Иннама на цель. Он дал ему телефон своего человека в Бангкоке и посоветовал обратиться к нему. Ли Юн Пэ должен что-то знать о похищении Ю Мин. Рэй добрался и до Чун Суна. Он убил его, а в вещах нашел объявление о пропаже Ю Мин. Он тоже вышел на след и собрался лететь в Бангкок. Юн Пэ рассказывает о схеме отъема денег у богатеньких граждан. Хан Джон Су обычно проворачивал эту аферу с подельниками. Он показывает семьям недвижимость. Узнает, есть ли на счете первоначальный взнос для покупки. Потом крадет ребенка и требует перевести эти деньги в качестве выкупа. Юн Джу он уговаривал инвестировать в гольф-клуб. А узнав, что деньги у нее есть, нанял домработницу, чтобы та украла Ю Мин. А дальше все по накатанной. Иннам, человек бывалый. Он быстро находит Джон Су. И тот, лишившись пальца на руке, рассказывает, что знает. Он говорит, что Ю Мин мертва. Ее убила домработница со своим мужем. А затем рассказывает, где ее искать. Рэй тоже разыскивает эту домработницу. Он знает, что если найдет Ю Мин, найдет и Иннама. Однако местные бандиты наводят его на ложный след. Хотят забрать его деньги. Рэю приходится убить всех, кроме одного. И тот рассказывает, где искать домработницу Юн Джу. Иннам хочет найти тело своей дочери. Он приходит к женщине, убившей ее, и приступает к допросу. Отрезав палец ее мужу, он заставил ее говорить. Оказалось, что муж продал Ю Мин. Домработница даже назвала людей, которые купили девочку. Юн Пэ рассказывает об этой организации Иннаму. Они скупают детей, а потом отправляют их на органы. Иннам собирается притвориться человеком, которому нужны детские органы. Для этого ему требуется переводчик. Юн Пэ предлагает в качестве гида Юи. Трансвестита из одного бангкокского клуба. Юи нужны деньги на операцию по смене пола. И Иннам даст эти деньги. Юи звонит нужным людям. Им назначают встречу, но в здании, где держат детей, Ю Мин уже нет. Ее увезли на операцию. Кому-то потребовалось ее сердце. Иннам и Юи уходят, но, подумав, Иннам возвращается. Он хочет спросить детей о своей дочери, и один мальчишка, у которого забрали почку, рассказывает, что недалеко от клиники он играл в футбол. Появляется охрана. Однако Иннам быстро с ними разделывается. У девушки, следящей за детьми, он узнает название места, куда увезли Ю Мин. А потом появляется Рэй. Иннам просит Юи уйти. Он схватывается с Рэем, однако времени на разборки у них мало. Поэтому он оставляет Якудзу в здании, а сам сбегает через балкон. Внизу он видит, как Юи арестовывает полиция. Владелец бизнеса по продаже детских органов узнает, что его заведение разнесли двое корейцев. Он требует найти их и убить. Полиция допрашивает Юи, угрожая ей тюрьмой, где ей придется не сладко, ведь Юи попадет в мужскую тюрьму. Юи рассказывает полиции все, что знает об этой ситуации и ее отпускают. Иннам находит местечко, где держат его дочку, благодаря ребятишкам, играющим в футбол неподалеку. Однако тут за ним уже следит полиция. Рэй тем временем отправляется в оружейный магазин и затаривается там по полной. Из соседнего здания Иннам видит в окно свою дочку. Она еще жива, но ее уводят на операцию. Он пускается в погоню. Однако перед зданием клиники ему преграждает путь Рэй. Он пускает в ход весь свой немалый арсенал оружия. Но Иннаму удается уйти. Тут в дело вступает полицейский спецназ. В суматохе перестрелки Иннам сбегает. Находит Юмин, которые уже собирались вскрывать грудную клетку. Убивает всех медиков и забирает девочку. Иннам обрабатывает раны. И звонит Юнпэ. Тот дает ему контакт человека, который может вывести Иннама с дочкой из страны. Рэй выходит на Лана, которому принадлежит бизнес по торговле органами и наркобизнес города. Он говорит, что знает, кто вломился в его заведение. Рэй обещает найти Иннама, но ему нужны люди. Иннам просит Юи помочь с дочкой. Ему нужно отлучиться на встречу со знакомым Юнпэ, чтобы договориться о перевозке в другую страну. Однако Юи отказывается помогать. К Юнпэ пришел Рэй. У него он узнал, что требовалось об Иннаме. Дело за малым. Найти самого Иннама и убить его. Иннам заселяется в гостиницу и вызывает педиатра. Он беспокоится за дочку, ведь она пока не сказала ни слова. Врач говорит, что это из-за стресса. Иннам просит его побыть с дочкой, пока он отлучится по делам. Перед этим он еще раз звонит Юи. Иннам обещает дочке, что вернется во что бы то ни стало. Он клянется, что защитит ее. Договорившись о переправке в Панаму, Иннам возвращается в отель. Здесь его уже ждут люди Лана. В схватке на лестнице его ранят. А когда Иннам добирается таки до своего номера, тут его поджидает Рэй. Иннама связывают. Он просит не убивать его дочку, но Рэй не из тех, кто способен на сострадание. Лан приказал убить Иннама на месте, однако у Рэя на него другие планы. Он хочет прикончить его сам, не торопясь. Чтобы не мешали люди Лана, он убивает их. Затем он берет чемодан, куда уложил дочку Иннама, и кладет его в машину. Иннама забрасывают в фургон и увозят. На подземной стоянке в это время караулит Юи. Она таранит фургон с Иннамом и помогает ему выбраться. Он тут же пускается в погоню за Рэем, Иннам настигает его на улице. Он ранит Рэя, а затем запрыгивает в автомобиль на полном ходу через лобовое стекло. В короткой схватке Рэй всаживает нож в грудь Иннама, однако тот успевает вытащить гранату и подорвать ее, выбросив в окно. Он хватает чемодан с дочерью и защищает ее от взрывной волны своим телом. Машина переворачивается. Иннам достает девочку из чемодана и отдает Юи, которая пришла следом. Остались только они с Рэем. Иннам видит, как Юи уносит Юмин. Он уже попрощался с дочкой. Он знает, что с ней все будет в порядке. Рэй смертельно ранит Иннама, а тот выдергивает чеку из гранаты и бросает ему в сумку со взрывчаткой. Взрыв убивает их с Рэем. Когда Иннам был еще в отеле, он дозвонился до Юи и попросил помочь его дочке, если сам не справится. Он отдал Юи все свои деньги и рассказал, кто должен переправить их в Панаму. Юи выполнила просьбу Иннама. Она уехала из страны и живет вместе с Юмин. В их доме в рамке стоят две фотографии. Иннама и Юн Джу с дочкой. Заметки капитана. В фильме роль мясника исполнил Ли Джон Дже, которого мы уже обсуждали в заметках к служанке. Главный герой игры в кальмара для правдоподобного исполнения жестокого бандита, несколько месяцев усердно обучался боевым искусствам и владению холодным оружием. Самой же сложной в реализации сценой стал поединок в задрипанном отельчике. А дело было в том, что коридор оказался настолько узким, что актеры, швыряя друг друга, отбили себе все конечности и головы. При этом режиссер остался доволен. Ведь из-за полученных травм Хван Джон Мина и Ли Джон Дже даже не пришлось гримировать для последующих сцен. Они так увлеклись, что стали похожи на отбивные. 80% всех съемок проходили в Таиланде. Несмотря на осень, температура не опускалась ниже 30 градусов. И многие сцены, особенно драки, давали съемочной группе очень тяжело. Режиссер фильма отметил, что он старался выделить каждую страну, где проходило действие по-своему, в соответствии с эмоциональным состоянием главного героя. В самом начале, когда действие происходило в Японии, все представлено в серых тонах. По возвращению в Корею, когда герой узнает печальные новости, цвета становятся еще более темными. А в Таиланде и вовсе все показано в желтых и красных оттенках, символизирующих последний путь героя. Изначально, избави нас от лукавого, получил довольно серьезные возрастные ограничения на просмотр. Создатели фильма вырезали 50 секунд, среди которых были самые жесткие моменты. И возрастной рейтинг сразу же сменился на более приемлемые 15+. Чуть позже фильм переиздали, вернув все как было. Это все на сегодня. Подписывайтесь и ставьте лайки, если хотите больше и еще больше подобных роликов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...